Привет, ребят! Сегодня посмотрим наш любимый магазин Migros 5M. Расскажу, как всегда, что привезти из Турции по очень выгодной цене. Это такой самый большой Migros в Анталии, Migros 5M. Но можете закупиться, в принципе, в любом Migros, будет выбор аналогичный. Так, сюда очень любят доезжать туристы из Кемера, потому что это очень удобно. Просто садитесь в любом месте на автобус, где написано «Кемер», доезжайте до этой остановки. Все, пойдемте смотреть. Обязательно ставьте лайки, комментарии оставляйте, будет очень приятно. Я иногда забываю просить, а вы иногда забываете оставлять. И пойдемте смотреть. Ребята, проникаем внутрь. Сейчас все с вами обследуем. Мы его уже делали обзор в начале сезона, но сейчас, по идее, выбор должен быть лучше и лучше, потому что в начале сезона еще все туристическое не завезли. Всеми любимые бардачки, но, кстати, на самом деле их можно даже выгоднее, вот эти тюльпанчиками купить. Какой-нибудь штампшок, и у вас 101, это непринципиально прямо здесь, в любом сетевом магазине. Ну, можно и здесь. Здесь такой выбор, смотрите, какой хороший, большой. И ребристый, и гладкий, и в пупырушку, какие угодно. И вот такие вот геометрических форм. Да, немножко довезли. В начале сезона, конечно, было поменьше. Всеми любимые тарелочки. Кстати, не обязательно в этом Мигросе покупать, как я говорила. Можно в любом, там, в Алании, всегда в Белике, где вы отдыхаете. 260 лир. Кстати, это не тарелочки, это пепельницы. Вот это Настя Вружко. А, это две штуки, да? Это две штуки, а три штуки почем? Хм, интересно, а три штуки, 180 лир тарелочки. Ну, мне такая цена больше нравится. Есть прям огромнейшие. Ну, кстати, в сувенирных магазинах выбор как бы именно тарелочек, ну, мне больше нравится по качеству. Здесь тоже можно прикупить и такие кружечки сразу. Сейчас уже с вами пойдем в съедобный отдел. Немножко потерпите. И свечки. Кстати, мне кажется, вот турки сами вот такую расцветку что-то ни у кого не встречала, во всяком случае, в гостях. 150 лир тарелочки. Интересные стаканчики под что-то интересное, 170 лир. И вот такие вот брелочки, все турецкие. Если вдруг кому-то на подарок надо. Ну, цены, конечно, что-то прям сильно поднялись. 60, 100 лир. Раньше стоили намного дешевле. А, ну и по выгодным ценам вот так вот можно. 50 лир поштучную взять. Такую красоту. А, разных цветов. Выбирайте любой. Если будете конкретно в этом микросе, здесь еще есть обалденный выбор купальник. На самом деле, в комнате ЛСВКИКе даже меньше выбор. Вот 530 лир. Такие слитные, закрытные. Всевозможные леопарды, цветные. Ворачиваемся. И тут такие раздельные. Ну, тоже по 450, по 600 лир. Цена очень выгодная. У мужчин тоже все есть. Это же мужское. Вроде, да, мужское. 270 лир вам. Скидка 25%. Небольшой выбор вот таких накидочек. Кстати, сейчас по бешеным скидкам он 350 лир. Ну, на диван обычно, либо покрывальца. Ну, тоже есть. Не во всяком микросе, в большом вот есть. В маленьком, конечно, скорее всего, не будет. Там просто покажут. Невероятный просто отдел с чаем. Смотрите, я сейчас медленно-медленно поворачиваюсь. Он такой, ух, он какой большой. Так, ну, пачки как всегда. Когда мы приехали, вообще, кстати, не было таких практически маленьких пачек. Все были там 2 килограмма, килограмм. Сейчас уже попоявились. Многие хвалят липтон турецкий. За 160 лир можно купить аж целый килограмм. Она огромная, ребят. Вот моя рука. Вот можно поменьше купить. Также... Сейчас меня перебили немножко. В Резе, в провинции, собирается турецкий чай. Вот Резе, здесь 100 лир. Признайте, что, ребят, обычно мелколистовой такой турецкий чай. То есть там некрупные листочки. Чтобы вы знали. Чертненький. Вот. Что еще можно сказать? Кстати, пишите, пожалуйста, как, когда я снимаю одна. Нормально или нет? В общем, я стараюсь, чтобы вам было тут весело. Еще очень любят туристов привозить вот этой марки. Вот в таких баночках. За 40 лир можно привезти. Кстати, это что-то новое. Я раньше такого не видела. Это, наверное, пакетики, да, появились? И в подарок можно накупить. Недорого. И даже, я, кстати, знаю, некоторые пакетики липтону возят. Очень интересный, в общем, факт. То, что липтон тут какой-то другой вкус или что-то в этом роде. Также есть огромный стенд оливкового масла. Очень популярный у туристов. Вот в этой бутылочке в виде скрипки. Сейчас у нас тут 600 лир, 2 литра. Так. Ну, конечно же, 2 литра навряд ли кто-то повезет. При том, что сейчас 10 килограмм ограничения. В основном 380, а 1 лир вот по литру есть. Поменьше есть? Нету? А, вот. Пробнички такие, можно сказать. 500 миллилитров, здесь 35 лир. Я так понимаю, это масло, наверное, виноградный кофточки, если честно, первый раз увижу. Пол-литра 400 лир. Раньше еще здесь фундуковая стоит. А, стоит, ребят. Можно увезти, только вы не проверите, в какой упаковке. Знаете, сколько здесь? 5 литров за 750 лир. А вот тут 2 литра за 371 лир. Знаю, тоже некоторые возили. Из-за интересного, что можно просто на месте попробовать, это такая газировочка. Я не знаю, почему, но мне кажется, она вкуснее, чем в пластиковых бутылках. В стекле. Ну, везде-везде продается, в принципе. И тут даже есть антарийская газировка. Такая пылочка очень вкусная в стекле. Не знаю, как это работает. В отдел со специями, со соусами всевозможными. Конечно же, многие увозят гранатовый соус, потому что, скорее всего, в отеле или попробовали, или, может, где-то в ресторане попробовали, и понравилось. Так. Вот здесь написано 100% гранатовый соус за 96 лир. В стекле можно увезти. Можно вот такие мегрессические, тоже 100%. Мой любимый отдел со специями. Так. Что тут интересного? Кунжут. Как вы знаете, обожают все в кунжутах посыпать, особенно булочки-семиты. Вот это, оказывается, я все время думала, что это черный кунжут. Представляете, мне кто-то написал в комментариях, что это вообще не кунжут. Я вам тоже напишу. То, что я забыла, как он называется. 40 лир. Ну, тоже многие привозят в качестве подарка. Может быть, даже, кстати, пишут многие там, да у нас это есть, это есть. Мне кажется, все равно приятно что-то из другой страны привезти. Но лично мне. Не знаю, как вам. Тоже очень популярная приправа. Кикик. Напишу, как что переводится, куда используется. 23 лиры. Сколько? 25 грамм. Вот такой воздушный перец. Хочу я не особо любитель перца, но мне он очень нравится. Он всегда дома стоит. 54 лиры. Кстати, фирмы есть разные. А я что-то не вижу. Представляете, местная фирма. А, вот она. Вот та есть подороже, есть подешевле. Вот тот же самый, допустим, кунжут. Видите, 80 грамм. Ого, какая бешеная скидка. Вместо 40 лир, 14. Конечно, выгодно. Очень выгодно. А вот еще, ребята, эта приправа, которую я искала. Тоже напишу, что от чего, чтобы не тратить время. Кому надо, ставьте на паузу, читайте. Очень нравится, ребята, что в Мигросе все больше и больше для туристов появляется. Не знаю, мне кажется, это очень приятно. Так, 140 лир. Это у нас пикмест. Наверное, попозже расскажу, что это, но пока что сироп, знаете. А может, и сейчас расскажу. Рожкового дерева сироп. Просто там есть выбор побольше. Но здесь он, видите, такой красивый. 96 лир. И что можно сказать? И вот этот самый тахин, это кунжутная паста. 500 грамм, 121 лира. В общем, это вместе свешивается. И получается сиропы. Какой-нибудь любой сироп. Из этой полки берете, но не обязательно из этой. Смешиваете с кунжутной пастой. И получается жидкая халва. И говорят, что это очень-очень полезно. Что и тахин очень-очень полезен. Давайте я напишу вам, чтобы тоже не рассказывать. И рожковое дерево сироп тоже очень-очень полезен. Почему-то именно рожковое дерево больше всего хвалят. Так, и также вот эти все интересные баночки с вареньем. Кстати, очень интересно острые. Никогда раньше... Ну, в прошлый раз видела, но никогда не пробовала. Пробовала только острую шоколадку. Если кто-то пробовал, напишите, пожалуйста. 117 лир, 122 лиры. Но мы еще с вами вернемся к этим всем вареньям и прочим интересным штукам. Ребята, огромная просьба за перевод цен. Если вы мне оставите какой-нибудь комментарий, я буду очень благодарна. Потому что не люблю это делать. Если честно, я знаю, что вам всем удобно это прочесть. С кофе многие говорят, что турки очень любят кофе. Но, как по мне, есть ощущение, что они очень любят чай. Вот это самый стандартный кофе. Ну, обычный. Можно привезти на подарочек. Очень удобно. 45 лир, 100 грамм. Сказать 4 года назад, сколько он стоил? 4,5 лир он стоил, в общем. А, кстати, есть это, без кофеина. Кому нельзя или кто не хочет. 57 лир. То же 100 грамм, то же самое. Есть альтернатива Мигрос. Честно, не пробовала, не могу сказать. Такая зеленая баночка. Мне все время веселит, как у Лиаромали. Вот так и написано. Напишу, что это значит. Я постоянно забываю. Еще есть голубая банка. Тоже, ну, интересный вкус, скажем так. С добавкой. 62 лиры, 100 грамм. Тоже можно на подарок. Очень даже. Так, вот это еще все время показываю. Ну, я не знаю. Вот именно порошок мне не очень нравится. Солеп – это зимний напиток. Там из орхидеи, из всевозможных пряностей. Там корицы, гвоздики добавляют. Ну, не сгущенка, но что-то вот такое. Вот такое тягучее, теплое, горячее подают. И обычно его используют зимой. Если будет возможность, и вы будете в Турции где-то зимой, попробуйте. Летом его даже как бы не делают. Можно увезти в таком порошке, но это совсем-совсем не те ощущения. Ну, как бы можно так просто. Ради интереса он 5 лир стоит. Так, или можно, если вы не хотите заморачиваться, вот и дарить всем там большой кофе, вот так вот взять, 12 пакетиков, еще какой-нибудь лукумчик взять, добавить, распаковать всем, и все будут счастливы. 42 лиры. Коллеги, не коллеги, все-все-все. Я так обожаю, если честно, пакетированный чай. А сейчас тут такой вот новый выбор. И Блубери появился, и какой-то Строу Бори Орен. Сейчас какой-нибудь себе тоже возьму. Но не пробовал, не знаю, советовать не буду. И Манго. Но я знаю, что как бы, ну, в России там большой выбор. Вишня. Обалдеть, смотрите, какой классный. А тут, ну, маловато было выбора, если честно. Мне не хватало. Обычно вот это все, что было. Так, ну, из интересного, что, опять же, можно привезти. Форм-чай, ну, для похудания. За 60 лир, за 40 лир. Я его, кстати, пила. Что вы думаете, я такая худая? Попила чай и похудела. Все, теперь обратно надо килограмм 5 набирать. Вот, цветки апельсина. 107 лир. Дорогие цветки апельсина по сравнению с этим. И всевозможный вкус. Ну, можно натуральный. Натуральный, я думаю, можно и у всех на родине купить. Смотря кто откуда. Спрятали, специально от туристов спрятали. Раньше тоже не было, вот в этом сезоне появился. Во всяком случае, в этом Мигросе. 150 грамм яблочного чая натурального сушеного. И вот это граната. Я, кстати, все время путаю. Ну, тут написано все-таки граната. А за 70 лир, 100 грамм можно взять. Чуть не забыла, свой любимый не показала. В баночке рассыпной и чайной есть, ну, такой же в пакетиках. Там прям натуральное-натуральное, с разными вкусами. Сейчас поставлю. Вот, 60 грамм. 175 лир. Есть дынька, сманга. И вот такие же пакетики. Но пакетики, видите, там натуральное-натуральное. 10 штук, 107 лир. Со всевозможными специями, с лаймом, с кокосиком. Кстати, вот так идем-идем и прям натыкаемся на целой полке с лукумом посередине. Потому что немножко непонятно, что по ценам. В целом какие-то цены есть. Там еще дальше будет большой стенд. Дальше сейчас лукум там на вкусный-вкусный есть. Посмотрим. 140 лир, 232 лиры. 400 грамм вот эта упаковка с фисташками. Тут мне, кстати, очень нравятся, ну, такие фруктовые. Есть шоколадный. Кто любит шоколад, 149 лир. Но, кстати, готовят гёздлямен, но не сейчас. Вот, 80 лир штучка. И пахлавушечка. Килограмм пахлавы. 290 лир. Другой фисташковый пахлава за 390 лир. Вот она. Такая вкусненькая, красивенькая. Только вчера ела. Очень аппетитная. Так, и перемещаемся в мой любимый отдел. В отдел с лукумчиком. Вот, который афьон лукум. И есть микросовский лукум. Тут подешевле, тут подороже. Ну, можно попробовать вот там. Так, тут очень всё красиво выложено. Как сказала, можно попробовать. Дают попробовать. 600 лир килограмм. 995 лир. Вначале он ещё 800 стоил с чем-то сезона. Так всё быстро дорожает. Не успеваем. 995 лир тоже. Это, кстати, с лепестками роз. 995 лир. И очень красивые, красивые варианты. И можно сразу коробочку купить за 750 лир. Здравствуйте. Обалденно. И мои любимые камешки. Очень вкусные. 290... А, 290. 209 лир. 170 грамм. Я цену подняла. И такой обычный лукум. Чорчхела есть. Что ещё интересного? Кстати, значит, чорчхела 650 лир. 650 лир. А, она вся одинаковая. Вот эти пальчики я очень обожала. Не знаю, почему я называю их пальчиками. Похоже. Небольшая вставка для тех, кто хочет приобрести интересную одежду. Смотрим. А потом дальше смотрим Мигрос. Есть, кстати, также отдельный выпуск. У ребят есть бесплатный трансфер по всему антарийскому региону. Белый шикарный костюм. Это уже троечка. Так, хоп. Да. У него рукава отстегивается, жилетка становится. Малет в футболке. Да, ещё тут можно так. Интересно, насколько видно. Все любвиевы. Спереди и сзади. Шикарный, ребят, жилетка. Тройка. Вообще просто... Нет, не атласный какой он. Ну, в общем, такой гладкий, мягкий материал. Такие вставочки интересные. И так выражено. Сама куртка, не знаю, мне очень понравилась. Ещё есть чёрненький, бежевый, да? Да. Как будто после дождя такой рисунок. Даже подождь, подать не надо. Отворачивается, всё заворачивается. Конечно, можно закрыть в принципе. Да, чёрный цвет ещё у него есть. Инфицированно. Мужские костюмы, так расскажу. Около 150 моделям есть. Там пасам идут на манжете. Чёрный цвет тоже есть у него. Айкон вот такой. Дискварит. Учего такой есть. Это новенький, да? Это да, новенький. Не было. Есть такой лорапиано. Необычный. Есть у него чёрный и серый цвет ещё есть у него. Снимаю с других кустов, чтобы вам не было так скучно. И ещё небольшая ставка. Те, кто интересуется кожей и мехом от производителя, можно любые размеры найти. Тоже есть отдельный выпуск. Смотрим. И тоже есть бесплатная трация по всей Антарии. И всё. Потом, честное слово, будем досматривать с вами весь Микрос. Начинаем? Начинаем. У нас магазин в Кемерчамью находится. Всё, что вы видите, у нас своё производство. Мы с Фатими работаем. Уже лет 10, наверное. Так что рады будем вас видеть у нас. Обязательно к нам зайдите, потому что у нас бесплатный трансфер есть. В любой точке мира есть доставка. И по желанию сюда придёт любой модель. Вы можете сами что-то придумать, сделать. Покороче, подлиннее. Любой каприз. Так что просто ждём вас. Это косушки. За некоторым исключением есть кое-что просто классика. В этом ряду, да? Значит, здесь я вам скажу, за исключением меховых вот этих, можно от 150 максимум до 300 курточку себе подобрать. Двусторонние, обалденные. Самое главное, что у нас есть почти что до 70 размеров. Ну, плюс если нет, то можно по меркам, да? Значит, сошьём никаких проблем. За два дня сшу. И всякие астроганы. Она большая. Вот я держу в руках сейчас самый маленький размер. Она двухсторонняя. Лёгкий, хороший, качественный астроган. Самое главное, без трещин, без ничего. Это мои клиенты знают. Есть у меня клиенты, которые 15-20 лет подряд приходят. Но не каждый год, конечно. Через 2-3 лет приходят у меня покупать. Эксклюзивчики тоже есть вот такие двухсторонние. Так что мы знаем, чем занимаемся. Обязательно приезжайте к нам. Тоже астроганы, да? Ничего лишнего. Дублёночка. Дублёночка, но очень облегчённая. А астроганы от скольки до скольки? Дублёнки от скольки до скольки? Астроганы, значит, прошлогодние модели у нас есть. Кое-что там осталось с прошлого года. Мы можем отдать за 350 долларов. Хотя очень даже хорошие модельки. Максимум вот 500 долларов мы вам подберём. Даже длинный двухсторонний астроган. Очень хорошая цель. Максимум 50. Потому что некоторые туристы потом рассказывают. Там где-то купили за полторы, за две астроганы. Здесь люди, которые наши же модели, где-то купили за 1400. Есть такие случаи. Да, есть. Сивые. Для дам таких, которые хотят экстравагантно выглядеть. Это спортивный вариант. Есть вот так. Самое главное, что и цена-качество. Классное соотношение. Цвет. Вот так. Цвет. Вот так. Цвет. Есть оверсайз, есть по фигуре черная. Черная вообще шикарная. Или меня просто на черный тянет. Она хорошая классика с нурочкой. С бриллиантиками. С другой двухсторонний здесь. Шикарная просто. Такая она с другой стороны. Она плотная, тепленькая. Пальто почти в пол. Есть вот такие экстравагантные пальто для модниц. Он очень классно сидит. Такой цвет. Мерили. Он как и странно на какую фигуру идет этот плащ. Вот всякие вот такие у нас плащики симпатичные есть. Вы у нас некоторые плащи вы у нас даже за 250 долларов купите. Не именно вот эту модель, которую я показала. Но есть. Есть, да. Можно вот такую всякую классику показать. Мужской от перенесли. Очень красивый цвет. Есть джумба. Есть гладкая кожа. Даже вишневые цвета есть. Хорошие классические вещи. Это короткие. Мужские очень прям интересные. Есть вот такие слегка утепленные. На Alcantra мы у нас... Какие-то скольки по цене куртки? Ну, мужскую курточку 250, 220, 200. Есть, конечно, что-то и подороже. Джумба, она всегда дороже. Наверное, это уже все знают. Вот такие классические всякие варианты есть. Вот, пожалуйста, 200 долларов вы купите у нас такую курточку, которую можно вот так в руку собрать по большому счету. Качественная, да? Да, рыжий цвет тоже. Еще есть большие размеры, да? Можешь попросить сказать? Да, есть большие размеры. Есть прям вот такие даже... Причем в наличии, что самое классное. Это 74-76, если вы знаете. Мой любимый волк. Да, волк. А зима от скольки-то скольки? Зима от 300 до 450. Потолок, да? Можно в любую зиму. Очень хорошая. Есть у нас одна модель, что чуть-чуть дороже 450. Ну, это как бы на любителя нажила. Интересные всякие дубленочки. В общем, на любой вкус есть, потому что кто-то хочет вот такое что-то очень интересное, а кто-то хочет попроще вот такая классика. Тоже есть. Это про укороченные я сейчас говорю. Удлиненные тоже самое. Пуховички, да? Кто-то захочет, может быть, удлиненный пуховик, предположим. Он очень легкий, но очень теплый. Капюшон у него отстегивается. А кто-то захочет укороченную вот такую вот, например, пилот. Черный, рыжий, мрамор, пилот. Вот есть вот такого плана. Все цвета. Есть просто гладкая. Вот вообще ничего здесь нет. Очень красивый цвет. Мокрый асфальт цвет. И вот она, смотрите, какой мех классный. Ее даже в руку берешь и понимаешь, что это очень хорошее качество. Тут мои слова не нужны совершенно. Стеганные. Вот сколько хотите. Вот это очень красиво. На талии садится. Смотрите, какой интересный цвет есть. Здесь был... А, лукум немножко перенесли. Сейчас я вам покажу. Это уже мигросовский стенд. Ну, такой местный. Там другая компания, здесь другая. Вот это... Знаете, что интересно? Что хорма называется эти финики? Я все время путаюсь. Ну, смотрите, какие качественные, красивые. 80 лир. Так, ого! Имбирь засахаренный. Первый раз вижу. 180 лир. Килограмм 440 лир, в общем. Ну, неважно. И пойдемте посмотрим вот этот лукумчик, опять же. Тут будет подешевле, но мне больше нравится. Вот там. Видите, он там более такой визуально красивый. 600 лир, 600 лир, 600 лир. Ну, чуть все под 600 лир. Интересная цена. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что у нас по холодильникам? По холодильникам у нас есть сыр. Многие хвалят козий сыр, нахваливают. Ну, не знаю, летом жару бы я не стала бы, конечно. Конечно же, привозить. Но, мало ли, вы самые смелые люди. Или, может, просто хотите попробовать. Все сыры, в принципе, есть. Но, опять же, вот козий почему-то очень любит куристи. Классные, вкусные оливки. Многие тоже привозят, их вакуумируют. По ценам, вы сами видите. Кстати, мне кажется, дешевле, чем на рынке или так же? Наверное, так же, не знаю. Тоже, смотря с каким рынком сравнивать. Если с туристическим, то, может быть, и тут дешевле. А если с обычным, то, скорее всего, на рынке. Вот мои любимые, все время их рекламирую. Запеченные оливки. Такие оливки гриль. 400 лир. Ну, обычные, такие стандартные. Вот. Кстати, за 160 лир, 160 лир такие вяленые оливочки начинаются. Вернулись, ребята, с вами к середине. Очень много всевозможных халвы. Халвы, как вы знаете, кунжутные. 140 лир. Со всеми возможными. Лукумчики. А, нет, может быть, а нет, 140. Лукума вон по 47 лир. С разными там орешками, не орешками. Наборы тоже есть. Все, что хотите. Все, что вашей душе угодно. И вот такие новомодные сэндвичи вместо лукума. Ну, как новомодные, на самом деле, им уже года два. Просто, когда мы приехали, их сначала не было. Поэтому я считаю, что они новые. 250 лир. Вот это, кстати, во фьенном лукуме, где мы сейчас были, забыла вам показать. Сладкая шаурма, как я ее называю, если честно. Вот не знаю, как это правильно называется. С вами специалист по сладостям. Мы вошли в сладкий отдел. Так, еще с вами в соленый, потом перейдем. Ну, пока что сладенький. На подарок можно увезти, ну, не знаю, опять же, помнется, не помнется. Вот такие вафельки с пахлавой. Интересный вкус. С фасташкой пахлавой по 17 лир. Вообще в Турции обожают вафли. Я раньше рекламировала вишневые вафли, а потом они пропали. Представляете? Очень вкусные, с кислинкой. А, вот, появились. Все нормально, все в порядке. Рекламируем дальше. 18,5 лир. Я их очень-очень любила. Но сейчас вот как-то у меня любовь прошла. Очень интересный вкус. Ну, тоже можно на подарок себе. Мне потом кто-то писал, помню, под видео. Кстати, спасибо всем большое, кто пишет, что там по одной штучке выдаем, привезли. В общем, как-то так. Появилась новая такая шоколадка, вафелька от популярной марки на стле. Написано 25% фисташек. Я бы, наверное, даже бы ее лучше взяла, потому что на стле обычно все такое вкусненькое. 25 лир? 25 лир. Представляете, это все вафли, 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 вафли. Знаете, что появилось? Что бывает, если долго не ходить в микроспяти? Вот такой сэндвич называется. Ну, помню, не такое печенье, что-то наподобие чокопая. С фисташками. Раньше не было, за 70 лир. Такая упаковочка. Не знаю, тоже надо будет попробовать, потом скажу вам в следующий раз. Я скажу, как по вкусу. А тут оливки, оливки, оливки. Ну, очень удобные. Сейчас покажу. Вот, вакуумированные. Обычно маленькие пачки. В этот раз нет. Обычно маленькие пачки, нам, что-то 40-50 лир. Ну, раньше, что-то. 175 лир, такая огромная пачаща. 500 грамм. Ну, очень много баночек. А, кстати, еще есть оливковая паста. Вот на хлеб мазать с утра. 85 лир. Или, может быть, свечи. Есть по 56 лир. Тоже вот оливковая паста. Я, кстати, я вам никогда раньше не показывала, ребят. Почему-то вакуумированных нет. Но, знаете, тут есть такие маленькие, удобные вакуумированные пачки обычно. Так, самое любимое дело. Помните, мы с вами видели вот этот тахенпикмес кунжутный? И сироп. Вот тут уже сразу смешанное. Еще, по-моему, в шоколад добавили 115 лир. Халва. Халва, как вы знаете, кунжутная. Необычный вкус. Обязательно попробуйте. Интересно. У нас обычно с подсолнечными семечками. А тут и с кунжута. Обычно вот самая популярная Коско фирма. Но есть вот дешевле. Видите, как Мигрос 54 лиры и 200. Кто-то писал, помню, в прошлом году или в этом, то, что по вкусу не отличаются, ребят. Ну, не знаю. Напишите свое мнение, если пробовали. Будет интересно. Можно для детишек купить в подарок тоже вот такие пикмес тахина. Вроде бы как бы полезно шоколадом. Вроде бы как бы вкусно, сладенько. 25 лир. Так, и вот тоже от... Мы там с вами смотрели подарочную упаковку. А тут именно вот для местных жителей. Тоже Коско, 83 лиры. Тахин, это кунжутная паста. Вот это кмес с сиропом всевозможные. Рожковое дерево с виноградом. 95 лир, 60 лир. И такой огромный выбор. Но опять же, в стекле, скорее всего, не знаю. Ну, я, кстати, ввожу в стекле. Но если вас это смущает, есть вот такие сразу... А, нет. Иногда бывает упаковано. Сейчас не упаковано. 167 лир кунжутная паста. Возвращаем на место. И виноградный сироп, 135 лир в пластике. А, во, набрала, набрала. Вот это я врушка. Вот это от Мигроса. Вот, от этого магазина. 143 лиры. Сразу... Ух, тяжеленькие, если честно. Из варенья. Интересно, инжировое, розовое. Бывает продается. Ну, все остальное, мне кажется, у нас есть. В наших странах. Хотя, мне кажется, ее... Ну, все можно найти, но... Не знаю, не все. У Джонатова, кстати, появилась тоже в этом году. Видите, 65% фруктов. Или косточек, косточки. А, ну, в принципе, да, в гранате косточки. Куда-то, где-то, в 100 лет. Так... Ну, вот это все такое интересное с глазками. Я бы с глазками привезла. А, вот, и розовое варенье. Так. 61. Вкусное, мне нравится. Кстати, первый раз я его в России попробовала, интересно. Так, из сетевого магазина. Ну, какие подарочные. Кто-то тут распотрошил варианты. Роза, гранат, фрукты, фундук. Сушеный почему-то. 170 лир. Варенье. Все возможные интересные, полезные штучки. Вот такая упаковка, 75 лир. Вон там написано прополис. Больше я не знаю. Ягоды какие-то. Все возможные варианты. Вот тут просто прополис за 145 лир. Тут с имбирем, по-моему, вот это. Зен. С супом имбирь. Еще такие полезные штучки тоже можно просмотреться. Тоже из интересного, ребят. 105 лир фундук перетертый. 105 лир, 200 лир побольше. Спасибо. Разные варианты. Интересно, тоже шоколадная паста с фундуком. Улкер. Популярная, хорошая, вкусная компания. 177 лир. Такая баночка. Раньше, помню, такие боннищи продавались. И белый вариант. Я больше по-белому. Кто шоколад любит, больше по-шоколадному. А, кстати, раньше не видела, посмотрите, из-за крема из фисташек. 30% фисташек. 185 лир. Ну, в общем, много что есть интересного прикупить. И вот такое можно тоже от Улкера. Шоколадная паста на подарок детишкам. 15 лир. Вот про что я говорила. Любовь сладкоежек. 147 лир. 950 грамм. 50 килограмм пасты. И еще один мой любимый отдел. Мне кажется, на каждый отдел говорит, что он мой любимый. С шоколадками. Так. Шоколад очень интересный, потому что он с фисташками. Практически весь он с фисташками. 47 лир. 160 грамм. От Nestlé. Очень вкусный. Есть возможные варианты. Там с пахловой, там с карамелью. Даже с лакумом. Интересно. Что еще можно сказать? Горький, сладкий, белый. Все что угодно. Есть разные варианты. Есть вот такие маленькие. Выбор очень большой. Мне кажется, это прям то, что стоит привезти. Конечно, он скорее всего все сплюснется в багаже. Но ничего страшного. Еще одна любимая фирма. Улкер. Тоже с фисташкой. С пахловой появился вкус. 52 лиры. Мне кажется, такое впечатление, как будто это специально для туристов. И черный. 60% фисташек. 52 лиры. Очень люблю. Тоже всевозможные варианты. Маленькие, большие, ребят. Очень огромный выбор. Очень, ребят, важная информация для тех, кто хочет поехать на экскурсии. Сейчас покажем кусочек от того агентства, от того человека, от того менеджера, от кого сами ездим. От Ибрагима. Возможно, многие уже знают, кто не знает. Очень советую посмотреть. Классные цены, классные бонусы. И обязательно допишитесь до него, потому что некоторые покупают то там, то сям. А потом спрашивают, а где бонусы, а где еще что-то. Вот, в общем, контакты всех вся оставляю в описании. Смотрим. Опять, напоминаю, находится вот башня с часами, геолокацию. Все оставим. Армерия Хозл прям напротив, с торца там название. Площадь от этой башни вот так вот, слева. Повернулись? И пойдемте что-нибудь новенькое поспрашиваем. Привет-привет, ананасики. Привет всем нашим подписчикам. У нас более 50 экскурсий по разным направлениям. А сейчас я вам расскажу самые топовые, самые лайковые экскурсии, которые у нас занимают первые места. Они у нас всегда в рейтинге, на первых рядах. Если по достопримечательностям, то это Мира Демракекова. Затонувший город, храм Николая Чудотворца. Она у нас всегда на рейтинге, на первом месте, по достопримечательностям. Она шикарная экскурсия, наши гости просто в полную настольги от нее. Тут получается Содеяние Дух морей. Средиземное и Эгейское море сливается. По стоимости стоит у нас Мира Кекова 45 долларов с человека. Полная программа. Есть просто Лемира, которая не полная. Многие туристы просто путают, а у нас полная программа. Ну или их путают, да? Да, не то что путают, многие туристы запутают, можно сказать так. И отправляют в Лемиру по цене мира. Она сказала так. Лайфхак от Эбрагима. Потом, по активному отдыху у нас первое место, как всегда, занимает Тазыканин. Такая красота. Тазыканин. Кеприно-каньон, Александрийский мост. И самая высокая точка, это Тазыканин. Это самый крутой каньон считается в Турции. И очень красивый. У нас даже есть видео оттуда. Да, по стоимости стоит человеку 22 долларов. Хороший цен. И ракте. Да, очень весело. По обзорам, первое место у нас занимает Золотая бухта, Голубая лобовая. Вот. Мы ее начали с прошлого года организовывать. Вот она у нас сейчас в рейтинге рекорда попивает по обзорам. Если любят наши гости там обзоры, пейзажи, фотосессию хотят хорошую провести, то идем сюда. Она занимает первое место по обзорам. Тут более на расслабоне там, релакс такой. И тут яхты особо не очень большие, там до 30-40 максимум человек. Вот особо большого столкновения людей не бывает. Так, еще есть на закате вот Золотая бухта, Голубая лагуна, фрюс. К этому программу дополнительно входят одну химеру. Интересно. Это тоже новинка у нас получается, новая экскурсия. Она у нас стоит 35 долларов. А Золотая бухта, Голубая лагуна, стоит у нас 30 долларов. Когда наша компания, туристы покупают экскурсии, мы еще делаем бонусы. Я могу дать нашим гостям, нашим туристам флайеры, проходки. И с этими проходками, флайерами наши гости могут зайти в любой ночной клуб в Кеммере бесплатно. Потом был момент такой, буквально два дня назад парень с девушкой зашли. Они, оказывается, в отеле покупали вот эти билетики, вот эти тикеты. Флайеры, да? Да, флайеры по 10 долларов. Представляете? 10 долларов, это еще это... Да, мы нашим гостям дарим это все бесплатно. Да, по 10, по 15 долларов они купили эти флайеры. И потом, когда я им сказал, у нас с бонусом подарок, они раз... Они в шоке просто, да. Хотя Евроген говорил. Да, хотя и рассказывают, какие у нас бонусы и так далее. Также при покупке нашей компании, при покупке четырех экскурсий, мы турецкую баню «Хамам» дарим нашим гостям, нашим туристам в подарок. Вот. Это одна из самых лучших бань в Кеммере считается. Включает стоимость программы сауна, после сауны паровая баня. А после паровой бани турецкая баня «Хамам» там нашим гостям делают билинг-бену массаж. И в последнюю очередь классический массаж с армомаслами на все тело. Все процедурки занимают два часа. Чай и кофе стоимость входит, бассейн и джакузи стоимость входит. Плюс маска для лица. В общем, полный релакс. В любое удобное время с 9 утра до 6 вечера. Два часа процедурки. А потом уже можно смело на море идти и загорать. Отказать нашим гостям, нашим туристам. Могут связаться со мной через WhatsApp, через Viber, через Telegram. Вот. В ВКонтакте у нас получается официальная группа. Вот. Просто сталкивался с тем, что также некоторые туристы, как бы, ну, мне пишут там на WhatsApp. Ну, мы, как бы, зашли там в какой-то там филиал, либо там, мы подумали, что это ваше. Ну, много франшиз. На самом деле, это подумали, да, по сути, они зашли на какую-то франшизу. То, что обещает Ибрагим, делает Ибрагим, да? Да, да, да. Нужно дойти до Ибрагима. Там хозяева вообще другие. Самый главный квест. Видите, да, официальный офис в Кемере, получается, один. Это недалеко от Белой Часовой башни с часами. Да, ну, естественно, и бонусы. Потом говорят, а вы, вот, обещали там турецкую баню Хамам, ну, естественно, нам баню никто не подарил. Либо там нам в Куду флайеры никто не дал. Ну, да, у всех там своя система. Да, да, у всех своя система. То, что вот я рассказываю, естественно, это бонусы делаю лично я. Главное дойти. Ну, главное дойти. Либо просто можно связаться по их приезду, просто на WhatsApp, либо на Viber, либо в Телеграме мне напишут. Я даже могу сам подъехать к их отелю, могу ее забрать к нам в офис. В офисе полностью проинформирую. И, сходя из этого, они могут уже определиться с их выбором, куда бы они вообще хотели бы поехать. Также вот те экскурсии, о которых я вам рассказывал, вот все эти экскурсии у отельных гидов, получается, в два раза дороже. Ну, да. К примеру, скажем, по Муккале у нас 60 долларов, по отельных гидов стоит 120. То же самое, например, Миракека, вот, которая экскурсия номер один. Храм Николая Чудо-Форти у нас стоит 45 долларов, по отельных гидов стоит 90 долларов. 95 долларов уже зависит от самого оператора. Да, да, да. Некоторые туристы заходили ко мне и говорили, что там у гида вообще стоит 110 долларов. Именно Миракека. Как повезет. Да, да, да. И вот. И также гиды обычно отельные пугают. Когда туристы, ну, как бы, у них первая инфо-встреча, они начинают их брать в обороты. Туда не ходи, сюда не ходи, с тем не разговаривай. Там страховки нету. Отвезут, там, типа, обратно будете на такси добираться. Все такое. На такое, пожалуйста, наши подписчики, гости, не ведитесь. Да, да. Это сплошная амман. Особенно кто первый раз не знает. Это сплошная амман, да. Да, лишь бы. Ну, кто обычно первый раз, слушайте, приезжает. Запугивает просто, чтобы... Они попадаются, да, да. А кто не в первый раз, они просто пойдут на инфо-встречу, у гидов возьмут там свой ваучер, скажут, все, мы пошли на мой рекламос. Всего хорошего, хорошего дня и все. Это неопытные туристы, можно сказать, попадаются отелью. Ну, да, кто не знает еще. А кто уже не в первый раз в Турции, как бы, либо там где-то смотрел там всякие обзоры, вот они не попадаются. Либо там отзывы считал в интернете. Ну, на этом все. Всем хорошего, продуктивного дня. Пока-пока. Всем пока-пока. До скорых встреч. Мы с вами, ребят, выползли так хорошо, свежо. Кстати, около Мигруса есть классный парк. Если туда чуть-чуть подальше пройти, ну, где пирамидка, видно? Очень шикарно. Там начало набережной Каньялты. Мне очень нравится. Это место мы раньше там жили, туда ходили, гуляли. Все, на этом все. Пока-пока. Не забывайте лайки, подписка, комментарии и все-все-все прочее. И хорошего всем отдыха. Написано, я люблю Анталию. 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 Продолжение следует...